Северный город Северный город День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля. Праздник этот в честь одной из главных вех нашей истории – провозглашение христианства в качестве государственной религии в 988 году. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская Православная Церковь. Наша съемочная группа побывала на торжественной литургии в храме во имя всех святых в земле российской просеявших. Для праздника было выбрано 28 июля. В этот день отмечается память равна апостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Весь европейский мир к тому времени принял христианство, и Владимир приобщал к этой культуре Русь. Безусловно, вера, которая произвела в самом князе Владимира, очень заметные изменения, она повысила нравственность, какой-то уровень народа и в нашем государстве. И на внешнеполитическом уровне это привело к большему доверию государству. Конечно, это укрепило и политическую, и военную, и культурную составляющую нашего государства. Это укрепило княжескую власть, безусловно, великого князя, собрало земли и так далее, и так далее. Основная цель была и остается укрепить в общественном сознании представление о крещении Руси, как об особой исторической дате в жизни славянских народов. И вот сейчас, в общем-то, Россия, при всех перипетиях нашей истории, всех войнах, революциях, неустройствах до сих пор существующих, о которых мы все обычные люди знаем и видим их, тем не менее является великим государством, не каким-то периферийным. Пусть нас иногда боятся, не любят или относятся к нам доброжелательно, но тем не менее все признают, что Россия – это великое государство, с которым приходится считаться на этой планете. И я убежден, что основание всему этому заложил как раз князь Владимир. Это, конечно, такое светское, если хотите, влияние, значение этого праздника. Ну а для нас, для верующих, безусловно, и сам князь Владимир после его крещения является примером великий. Мы хотели бы, чтобы эти изменения, которые произошли в нем, они происходили в каждом из нас, в каждом верующем человеке. И то, что он принес на Русь веру, это действительно неприходящее значение для всей Русской Православной Церкви. В этот день молебны проходят во всех православных храмах. По случаю праздника также совершается традиционный крестный ход. В полдень в каждом соборе Русской Православной Церкви волной прозвучал колокольный звон. А я всех поздравляю с праздником, желаю всем здравия, благополучия в ваших семьях и, конечно, милости Божьей ко всем вам. Алена Феортистова, Сергей Белкин, специально для информационной программы «Северный город». 27 июля около 3 часов ночи в районе дома номер 31 по улице Карла Маркса произошло ДТП. В ходе проверки было установлено, что 59-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на пешехода, которая находилась посреди дороги и не собиралась ее пересекать. Установлено, что 50-летняя женщина намеренно вышла на проезжую часть навстречу приближающейся автомашине. От полученных травм пострадавшая скончалась, не доехав до медучреждения. По факту ДТП проводится проверка. В 350 тысяч рублей оценила женщина-инвалид моральный ущерб за гибель своего трехлетнего сына под колесами грузовика. С ходатайством об этом она обратилась в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру. Как недееспособно ей было оказано в содействии. Городской суд также встал на сторону матери. Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года на одной из промплощадок Левой бережья. Там родственник женщины оказался с ее трехлетним сыном по необходимости. Каких-то секунд хватило, чтобы ребенок по нелепому стечению обстоятельств попал под колеса бетономешалки на базе КАМАЗа. В ходе разбирательств правоохранители не узрели вины водителя грузовика. Однако владельцев обвинили в недостаточном соблюдении техники безопасности на опасном производстве и возложили на них уплату морального ущерба. В Устинскую межрайонную прокуратуру поступило обращение матери о оказании помощи по взысканию компенсации морального вреда в связи со смертью несовершеннолетнего ребенка. Межрайонная прокуратура при результате проверки было в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда с организацией, на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого наступила смерть несовершеннолетнего. Решение Министеринского городского суда с организацией взысканного денежного компенсации морального вреда в сумме 350 тысяч рублей. Решение в апелляционной инстанции, решение Усть-Римского городского суда оставлено без изменения. Прокуратура приходит на выручку несчастной матери уже во второй раз. Сразу после трагедии та обратилась в соцзащиту с просьбой оплатить погребение ребенка. Объясняла, что получает лишь небольшую пенсию по инвалидности, на которую кое-как и жила сыном. Однако, последовал отказ. Тогда прокуратура разобралась в законности этого решения и также обратилась в суд с ходатайством о помощи. Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В летний период дети остаются без контроля родителей и большую часть времени предоставлены самим себе. И поэтому с ними зачастую случаются разные происшествия. Так, за июль 2017 года на дорогах города произошло три ДТП с участием несовершеннолетних. О них нам рассказала Анна Нелин, временно исполняющая обязанности начальника отдела ПДН. 19 июля около 20 часов 34-летний водитель автомобиля Тойота Камри, двигаясь по улице Мечтателей в районе дома номер 16, допустил наезд на 6-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть перед движущимся автомобилем. Мальчик был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В отношении законных представителей ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 20 июля около половины второго дня 46-летний водитель автомобиля Хонда Фит, двигаясь по улице Интернационалистов в районе дома номер 8, допустил наезд на 7-летнего пешехода, который выбежал из припаркованного, из-за припаркованного грузового автомобиля на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия школьник доставлен в больницу. 26 июля также в дневное время во дворе дома номер 22 по проспекту Мира. 9-летний мальчик стоял с краю газона на бордюрном камне. В тот момент, когда мимо него проезжал автомобиль, ребенок оступился и левой ногой попал под заднее колесо грузовика. Подросток с травмой ноги доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники правопорядка призывают родителей осуществлять постоянный контроль за местонахождением и времяпровождением своих детей, а также уделять особое внимание взаимоотношениям с ними. Ведь зачастую семейные проблемы и отсутствие взаимопонимания с подростком влечет уход ребенка из дома. С начала 2017 года зарегистрировано 46 случаев розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Все дети найдены, возвращены в семью. Основными причинами ухода из дома являются конфликтные отношения с родителями и проблемы в семье. Все подростки, уходившие из дома, были поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних. С ними проводится профилактическая работа с сотрудниками полиции, а также всеми субъектами профилактики, безнадзорности, правонарушений. Областная гражданско-патриотическая акция «Здесь живет ветеран» проходит на все территории региона. По замыслу организаторов акции на каждом доме, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, будет установлена памятная табличка для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа. Уст-Илимский район активно поддержал данную инициативу. Где была установлена первая такая табличка, расскажет наш корреспондент. Акция «Здесь живет ветеран» посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она еще раз привлечет внимание общественности к судьбам тех, кто воевал за независимость страны. Предложение принять участие во всероссийской акции «Здесь живет ветеран» администрация муниципального образования Уст-Илимский район получила от Министерства по молодежной политике в конце мая, когда все основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, уже закончились. Но, несмотря на это, администрация Межпоселенческого центра культуры, Президиум районного совета ветеранов приняли решение поддержать данную акцию, потому что этот проект, конечно, имеет огромное значение как для воспитания подрастающего поколения, так и в первую очередь, конечно, для наших дорогих ветеранов, которые должны чувствовать заботу и внимание окружающих не только в канун 9 мая. В течение месяца по всему Уст-Илимскому району к домам будут прикреплены памятные таблички, указывающие на место жительства защитников Отечества. Стартовала акция в поселке Неван. Разрешите мне вручить, не вручить, а первую табличку повешать труженику тыла поселка Неван Рожковой Валентине Григорьевне. А вам огромно-огромно всем спасибо, дай Бог вам здоровья, удачи во всем, во всем удачи, чтобы жили до 100 лет, не болели, не страдали и нас не забывали. Не забудем. Спасибо вам. Память о трагических событиях, героизме людей и оказываемая честь ныне живущим ветеранам необходимы для сохранения мира сейчас и в будущем. В ходе акции представители власти и культуры Уст-Илимского района планируют отметить памятными табличками места проживания каждого ветерана. Их насчитывается в Уст-Илимском районе 53 человека. И это еще не все. В планах Совета ветеранов администрации Уст-Илимского района продолжить эту акцию и установить такие таблички на домах узников концлагерей и вдов участников ветеранов Великой Отечественной войны. Ольга Александровна отметила, что само муниципальное образование не справилось бы с этой акцией. Она выразила признательность благотворителям за помощь в изготовлении табличек. Воплотить в жизнь этот проект на территории поселения Уст-Илимского района стало возможным благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Илимгарант». И сегодня, пользуясь случаем, хочется еще раз выразить особую благодарность нашему надежному и постоянному партнеру в лице директора фонда Анучиной Марии Александровне за поддержку, за содействие, за возможность принимать участие в таких замечательных и нужных проектах. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Настоящими айболитами становятся в детстве уверены специалисты ветеринарной службы Уст-Илимска. Чтобы заинтересовать ребят, помочь им стать добрее и внимательнее к мохнатым братьям меньшим, специалисты регулярно организуют мастер-классы, где учат измерять кошечкам и собачкам температуру, оказывать первую медицинскую помощь в случае перелома лапки. А в преддверии своего профессионального праздника они организовали конкурс детского рисунка «Профессия ветеринара глазами детей». Конкурс проводится уже пятый год. Прошлым летом свои рисунки прислали почти 70 ребятишек. В основном изображали домашних питомцев. Однако жюри не ограничивает полет детской фантазии. Можно представить себя в роли айболита или, напротив, той самой укушенной осой лисицей. В основном участвуют дети и художественных школ, и дети общеобразовательных школ. В самом начале, когда мы только начали, к нам очень много рисунков было с детских садов приносили. Ну, вообще, мы очень к этому щепетильно относимся, потому что детские рисунки отражают всю суть. То есть, вот все глазами детей, как они видят. Открыто, честно. Вот у меня даже в кабинете я себе для своего эмоционального фона держу вот с этих конкурсов рисунки. Они у меня висят по стенам. Работы можно прислать до 28 августа по адресу улица Дружбы Народов, 80А. 31 числа, в день ветеринарного работника, пройдет награждение. За первые три места организаторы обещают ценные призы, плюс сертификаты на бесплатное лечение и уход за питомцами. Также будет проводиться безвозмездное лечение, вакцинация и стерилизация животных. Если позволит погода, ветеринары хотят проводить осмотры на свежем воздухе и для наглядности процесса готовы вынести часть оборудования на улицу. Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Ангара-Илим – современный спортивный комплекс для занятий различными видами спорта. Его стандартная ледовая площадка востребована спортсменами и летом, только уже не на коньках, а на роликах. Фигурное катание весьма популярно у наших горожан. Чтобы сложные и опасные трюки на льду выглядели легко и воздушно, необходимы постоянные тренировки. Вячеслав Степанов, президент клуба, пригласил приобщиться к грациозному спорту. С 1 августа начинается тренировочный процесс у фигуристов. Он проходит на крытой нашей спортивной площадке, на роликах. Все желающие, кто еще не записался на ролики, сейчас идет запись, можете приходить, записываться и сразу приступать к тренировкам. Соревнования по силовому экстриму становятся в Усть-Илимске традиционными. В этом году, помимо уже привычного перекатывания покрышки, перетягивания каната и жима штанги, организаторы ввели две новых зрелищных дисциплины. Соревнования с грузовиком и якутская борьба. В первом случае предстоит как можно дальше отбуксировать тяжелое авто. А во втором из положения сидя вырвать у соперника дюжий дрын. 12 августа в день физкультурника мы организуем спортивный центр «Кратос» при поддержке отдела молодежи и спорта города Усть-Илимска, а также при участии федерации пауэрлифтинга города Усть-Илимска проводим соревнования по силовому экстриму. Для этого мы приглашаем всех жителей города, всех зрителей посмотреть, поболеть за команды на соревнованиях. И всех желающих принять участие в этих соревнованиях, посоревноваться, тоже приглашаем. Для участников соревнований заявки принимаются до 11 августа включительно по указанному ниже телефону. Мероприятие пройдет на территории спортивного комплекса «Юность» начало в 2 часа дня. Зрителям вход свободный. Это все новости пятницы. Если вы стали участником интересных событий или хотите поделиться актуальной темой, звоните нам в редакцию. А на сегодня мы прощаемся. Хороших выходных. Увидимся в понедельник. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok